5. Известный американский писатель Георг Кеннон побывал в Западной Сибири в 1885 году, чтобы познакомиться с системой тюрем и положением заключенных. 6. Его книга «Сибирь» удостоилась кромкой славы. Она была переведена на языки всех европейских государств. Из живого конгломерата его впечатлений, которые интересны и сегодня, выберу лишь отдельные в плане разговора. 7. Неспроста, конечно, он говорит о двух великих русских заведениях – церкви и кабаке, ставя церковь на первое место, хотя этим вовсе не превозносит место церкви и также не умаляет место кабака, но поставлено рядом как равновеликие величины. 8. И наблюдательный американец не ошибается. До такого открытия доходили как до него, так и после него. 9. Нельзя не ужасаясь читать о сибирских тюрьмах и сибирской каторге, но в то же время нельзя не ужасаясь читать у Георга Кеннона о сибирской воле, о сибирской деревне, которая ужасно похожа на тысячи и тысячи других. 10. Сеола состояли обычно из двух рядов изб, тянувшихся на две-три версты вдоль грязной деревенской улицы без всякой приметы растительности. 11. Единственной зеленью была еловая ветка, которая висела над входом в кабак. 12. Кабаки эти, носящие массу всевозможных названий, представляют для государства очень важный источник прибыли, а мужиков доводят до сумы. 13. Они одни виной этого запустения и нищеты, которые бросаются наблюдателю в глаза при виде деревни на Великом Сибирском тракте. 14. В Западной Сибири приходится на одну школу 30 кабаков, а в Восточной Сибири даже 35. 15. В стране, где между возможностью учиться и случаем напиться существует такое соотношение, нельзя требовать порядочности, опрятности и благополучия. 15. Книги Сибирь Кеннона и архипелаг Гулаг Солженицына перекликаются, объединяя вроде бы две несовместимые действительности — царскую и секретарскую. 16. Но на самом деле это одна каторжная действительность, принадлежащая одному народу, который порождает деспотизм из своего нутра и который нуждается в деспотизме на свои головы. 16. Из заключительных страниц этого Гулага прошлого века хочется пересказать один роскошный эпизод. Тут как раз речь идет о двух таких равновеликих величинах, как кабак и церковь. Я поменял их местами, потому что в рассказе американца так. 16. Не доезжая до 4,5 миль в селе Туриново-Воротном, уезжая на перекладных, не могли поменять лошадей, потому что все жители этого села без исключения были пьяны. 17. По улицам летали сани с парнями и девушками, которые в пении надрывали глотки. Почтовая изба переполнена разомлевшими от водки людьми. Нигде ни почтмейстера, ни емщика, а староста был так пьян, что не мог держаться даже с помощью палки. 17. Кеннон узнал, что местный священнослужитель столько заложил за галстух, что его отправили домой на санях. 18. Все жители села были пьяны в дым. Кто же запряжет лошадей? Кроме гостей и какого-то грудного малыша не было ни одного трезвого существа. 18. Отец этого ребенка, молодой офицер, был пьяный и собирался в путь. Он снял со стены свою саблю и передал ее торжественно своей жене с просьбой положить в сани. 19. Пьяная его жена отказалась, но он театральным жестом прижал саблю к груди и сказал, что положит ее сам, свою «первую невесту», да и сразу же выпустил саблю из рук и вряд ли поднял бы без помощи «второй невесты». 20. Наконец удалось найти пьяного старосту, которому долго пришлось вдалбливать, что нужны лошади. 21. Тот записал Кеннона как человека из «соседних штатов» в кавычках. 22. Вышли на улицу. Староста закричал, «Андрей, лошадей!» 22. В ответ дикий смех пьяной толпы. Староста пожаловался, «Они все пьяные! Это кара бождя!» 23. Шло время. Наконец молодой офицер перецеловал всех женщин в комнате и направился к саням. За ним женщина с ребенком и саблей в руках. 23. Появились два пьяных священника, переселись дрожек на почтовые сани к безумно пьяным мужикам, да и уехали. 24. Уже была потеряна всякая надежда уехать, когда появился один вполне трезвый ямщик и сказал, что лошади найдены. 25. Пьяный чиновник, войдя в чиновничий раж, набросился с руганью на несчастного ямщика и оштрафовал на 50 копеек. 26. Наверное, за его трезвость или за то, что он осмелился запрячь лошадей. 27. В конце концов, выехали из деревни, которая потеряла рассудок. 27. Что же здесь произошло? 28. Здесь освящали новую церковь, сказал ямщик серьезно. 29. Освящали церковь? Крайне удивился американец. 29. Разве здесь везде этак освящаются церкви? 29. Не знаю. Пьют иногда. После молебна было гуляние. Кое-кто напился. 29. Кое-кто? Вы хотите, наверное, сказать все. Вы единственный трезвый человек во всей деревне. Как это объяснить? 30. Я не христианин, ответил он холодно. Я бурят. 31. И Кеннон так завершает этот эпизод. 31. Единственный трезвый человек на всю деревню с населением в 300-400 человек был язычник. 32. И этого язычника присудил христианский чиновник к штрафу в 50 копеек за то, что он не напился пьян, как другие добрые граждане, и не выказал этим своего уважения к новому зданию и к Святой Православной Церкви. 33. Церковь и кабак – два устоя национального сознания. 34. Вот из слова про бражника. 35. Цитата. 36. Бысть некий бражник, и зело много вина пью во вся дни живота своего, и всяким ковшом Господа Бога прославлял, и часто в нощи к Богу молился. 36. Конец цитаты. 37. Как говорится на украинском «стеклянному Богу». 34. Как говорится на муже ... 39. relationship с теплым, хирур��, и килограмма не мер continuous. В 3 меньше в чем и тг clip. 20.dy, вот. 19. Конец ц India взял на ш Bilge Форуме. 20 как оковы пут used Немену медве Трıyla? И смещу меня как же за фигаторское дин入но? 21.